Эта история начинается 28 октября 2012 года в Канаде, городе Монреаль, когда неизвестный человек прибыл с Кубы с французским паспортом. Он утверждал, что это был не первый его визит в Канаду, и сказал, что первоначально приехал сюда 6 месяцев назад, но уехал неделю назад на похороны сестры своего друга. Он сразу вызвал подозрения, но тем не менее, ему все же дали 10-дневную визу для посетителей, и он отправился в отель, где у него был забронирован номер, а также на банковском счете было 3000 долларов. На тот момент он уже имел обратный билет. Однако он еще не знает, что на самом деле никогда больше не покинет страну, и через полгода его арестуют за невероятную аферу. И прежде чем я продолжу, хочу спросить у вас, а знаете ли вы, что стоимость гаджета не гарантия его надежности и удобства? И так везде. Например, классные наушники можно купить в 4 раза дешевле популярных Apple AirPods. Вот вам CGPods от тюменской компании Case Guru. Количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное это влагозащита. CGPods можно мыть под краном и даже в душе, от пыли, пота и после тренировки. Еще радует то, что у них отличный звук и автономность 20 часов. Заряжаются они в оригинальных кейсах. К слову, у CGPods Lite самый маленький в мире кейс антистресс, с магическим щелчком крышки. Как коробочка для кольца, девушки в восторге. А кейс CGPods 5.0 из авиационного алюминия и выдерживает до 220 килограмм. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления прямо с наушников. Доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете и благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Тюменские CGPods уже вошли в топ-5 наушников России. Купить их можно только онлайн, 3500 рублей. Честная прямая цена, без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, просто обмен на новые без ремонта. Ссылка на официальный магазин производителя и код «дай топ 101» на скидку 200 рублей в описании. После ареста мужчина стал известен как Герман Эммануэль Фанким. И афера, за которую его в итоге арестовали, была связана в прямом смысле с отмыванием денег. Фанким на самом деле прибыл в Канаду, чтобы встретиться с сообщниками из четырех мужчин, которых еще предстоит идентифицировать. Они утверждали, что у них есть деньги, поступающие из Южной Африки, которые они будут использовать для оплаты покупки жилья, которые определенная жертва должна им продать. Однако деньги были покрыты специальными темными чернилами, чтобы замаскировать их и вывести за границу. А для того, чтобы снять покрытие, нужен был некий дорогостоящий химикат. У банды он был. Они даже продемонстрировали его в действии. И очевидно, жертва соглашалась на сделку, при этом заплатив за химикат. И оказывалось, что деньги были подлинными. Таким образом, мошенники постоянно обогащались за счет якобы дорогого химиката. Офицеры арестовали Фанкима в отеле, где он остановился под другим именем. У него не было при себе паспорта. Как только сотрудники полиции поняли, что он является гостем Канады, и срок его визы истек, они позвонили в Канадское агентство пограничной службы и в службу безопасности. Они подготовили уголовные обвинения, чтобы ускорить его депортацию из Канады. Но была проблема. Герман Эммануэль Фанким был не тем, за кого он себя выдавал. На самом деле, чиновники не могли понять, кто он, откуда, сколько ему лет. Сначала он сотрудничал с полицией, но как только его личность была поставлена под сомнение, он перестал подчиняться. На одном из многих слушаний по вопросу о задержании эмигрантов, Герман послал судью в ад, когда все, что она сделала, это просто попросило подтвердить, что она разговаривала с нужным человеком. И в течение четырех с половиной лет, он отказывался присутствовать на 51 слушании по пересмотру решения о заключении его под стражу. Фанким только посылал всех на три буквы и утверждал, что был похищен. Также на протяжении всех слушаний он требовал поговорить с французскими дипломатами, поскольку утверждал, что является французом, работающим в Англии. И когда ему дали возможность встретиться с ними, он все равно дважды отказывался ехать навстречу. Его степень неповиновения дошла до того, что он не позволял людям фотографировать себя и также не стал проходить процедуру по снятию отпечатков пальцев. В связи с этим в интернете не так много изображений Фанкима, а видео, по всей видимости, и вовсе нет. В какой-то момент ситуация настолько вышла из-под контроля, что судья внес в дело официальное заявление. У суда сложилось впечатление, что этот неизвестный человек считает себя режиссером пьесы, а канадские власти всего лишь актерами, подчиняющимися его указанию. По большому счету он нашел юридическую лазейку и продолжал использовать ее в своих целях, ведь его не могут депортировать, не зная, откуда он прибыл. Возвращаясь к тому, что он француз, властям Канады также стало известно, что ранее он подделал свидетельство о рождении, чтобы получить различные проездные документы и документы, удостоверяющие личность в Париже. Кроме того, во французском реестре не было никого по имени Герман Эммануэль Фанким. Французские власти заявили, что они не нашли никаких данных, указывающих на то, что у него есть судимость во Франции, и что они считают, что подсудимый на самом деле родом из Камеруна. Но где это становится невероятно интересным, так это когда внезапно кто-то фактически признался в создании подлога с именем Герман Эммануэль Фанким. Судя по всему, тот, у кого в это время был паспорт, был арестован, пытаясь сесть на рейс в Канаду. Но его почему-то отпустили, причем отдав ему поддельный документ. Это кажется немного противоречивым, ведь было бы логично хотя бы идентифицировать человека с фальшивым удостоверением. Однако позже один из следователей из Камеруна сообщил, что по их мнению Фанким работал у них на родине продавцом одежды, но потом переехал в Великобританию. Он также показал фотографию мужчины и район, где тот якобы жил. В Британии полиция выявила совпадение отпечатков пальцев между Фанкимом и Буоном Эммануэлем Фабилем, гражданином Камеруна. Казалось бы, ситуация не может стать более запутанной, но отпечатки также соответствовали личностям трех других мужчин. Одному из Камеруна, одному из Гаити и одному мужчине неизвестного происхождения. Одного и того же человека также дважды арестовывали в Англии, и он попадал в тюрьму под двумя разными именами. Каждый раз он попадался на подделки документов. Все это довольно странно, если учесть тот факт, что отпечатки у каждого индивидуальны. Был ли это один и тот же человек, или в базу были внесены фальшивые отпечатки пальцев? Также он появлялся в базе данных Германии, что свидетельствовало о его пребывании и там. Все зацепки не давали понять, кто же это такой. Никакой связи с семьей, друзьями, финансовыми инвестициями или чего-либо подобное. Этот человек кажется кочевым серийным мошенником. На данный момент он находится в канадской тюрьме строгого режима, но и дальше отказывается сотрудничать с кем-либо. Он просто известен как неизвестный. Все дошло до того, что в июне 2018 года поступил приказ отпустить мужчину, потому что всем просто надоела ситуация. Очевидно, что надоело не самый сильный аргумент, когда речь идет об освобождении преступников. Поэтому Герман и дальше находится за решеткой. Но внезапно в 2019 все детали этого дела стали закрытыми от публики. Объяснили это таким образом, что якобы адвокат заключенного обеспокоен, что тот может раскрыть информацию, которая способна нанести вред его собственному делу. Но такой ход событий понравился не всем, СМИ в том числе. Новостные порталы начали ссылаться на то, что дело заключенного слушается иммиграционным отделом по делам иммиграции и беженцев, где по закону слушания должны быть открытыми для общественности, как и судебные процессы. Одна из основных теорий, что же это за личность, заключается в том, что он своего рода шпион. Однако главным контраргументом является тот факт, что шпионы, вероятно, не участвуют в подобном мошенничестве. Но и в целом остаются и другие нераскрытые вопросы. Как он вообще смог вернуть поддельный паспорт, когда он был арестован во Франции? Почему его отпустили? Непонятно, имеет ли он на самом деле хоть какую-то связь с Камеруном. Некоторые опираются на этот факт и полагают, что у него и вовсе нет никаких официальных документов, что довольно-таки распространено в бедных странах. Также много теорий о том, что за свою жизнь он успел обмануть каких-то важных шишек в преступном мире. И, возможно, находясь в канадской тюрьме, он избегает куда более плохого наказания. Или, по крайней мере, у него есть крыша над головой в Канаде, хоть и за решеткой, но это лучше, чем жить на улице в Камеруне. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравился ролик, то нажми палец вверх, а также не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока!